Продолжение следует... Это будет полезным, интересным. Желаю хорошей работы и разрешите представиться. Меня зовут Иванова Ирина Викторовна. Я являюсь методистом издательства экзамен и практикующим учителем. Сейчас у меня как раз первый класс оканчивает учебный год. И тема у нас для начала, можно сказать, лета уже очень актуальная, потому что именно сейчас будет происходить формирование классов. Родители еще раз задумаются о том, готовы ли их дети к школе. Будут думать, что еще нужно сделать, чтобы учеба была на высоком уровне и чтобы ребенку было в школе комфортно. Думаем об этом и мы, и учителя, и воспитатели, все педагоги. Потому что знаем, насколько важна начальная школа в жизни каждого человека. Ну и мы будем работать по плану. Сначала рассмотрим особенности старшего дошкольного возраста и младшего школьника. Затем рассмотрим проблемы преемственности в образовании и воспитании и поговорим о литературе издательства Эдзави. Так как я являюсь методистом этого издательства, то, естественно, и рассказывать буду о литературе нашего издательства. И хочу сказать, что и я, и мои многие коллеги с удовольствием пользуются этой литературой, потому что это действительно качественная методическая и учебная литература, которую пишут не только ученые, но и практики. Очень важно, чтобы человек, который пишет для детей учебные пособия, хорошо разбирался в стандартах, в методике, имел научную степень и при этом был практиком. Вот это как раз в основном и есть категория наших авторов. Ну и начать хочется с высказывания Сухомлинского о том, что дети, вот особенно, конечно же, дети дошкольного возраста должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. Вот чем больше этого в жизни ребенка, тем более развит он будет и будет более интеллектуально развит не только его способности будут развиты музыкальные и так далее, но и как раз познавательные способности. Ну и как практик, знаю, насколько сейчас сложно быть вот на передовой педагогике, потому что времена меняются с неимоверной быстротой. И только наша гибкость, мудрость и образование помогают нам во многих процессах. И, конечно же, много критикуют в последнее время школу, учителей, педагогов, но на самом деле практика – это не простой процесс, да, это живой процесс, процесс поиска, сомнений, страданий. И поэтому, конечно же, хорошо, когда люди идут на сотрудничество, я имею в виду сейчас в большей степени, наверное, родителей. Ну и вот тенденция последнего времени, а мы прекрасно понимаем с вами, что времена у нас не упрощаются, а усложняются. И вот задача образования, вот совсем-совсем простым языком, все последние лозунки, о чем они? О том, чтобы дети научились решать любые проблемы. Какие бы им не предстояло увидеть, в которых не предстояло бы жить. И вот все изменения в образовании нацелены именно на это. Как сделать детей готовыми как с семьей. Ну и, конечно же, вот когда мы говорим о том, что времена меняются, люди тоже меняются, меняются дети и сильно меняются. Сейчас наши дети уже сразу в пеленок растут в очень насыщенной информационной среде. И это, конечно же, влияет на их развитие, на всех по-разному. Опять же, кто-то уже с детства имеет способности в улавливании важной информации, нужной информации, в ее переработке, а кто-то в этой информации растворяется. И вот сейчас появляется достаточно большая группа детей, которые не очень хорошо адаптируются вот к этим новым процессам и приходят в школу не совсем готовыми к психологическим. И мы можем отметить, да, вот чем дети отличаются. Ну, прежде всего, самостоятельность очень страдает у многих современных детей. Да, они такие более маленькие, можно даже сказать, в возрасте 7 лет, нежели там еще 20 лет назад приходили дети в школу. Да, в 7 лет это уже был человек, который мог сам ходить в магазин, убираться, у которого были обязанности какие-то в семье. И сейчас у нас по-другому, да, строятся отношения в семьях. Часто дети очень мало видят своих родителей или родителей, мало видят тоже своих детей, мало общаются, вследствие чего у ребенка есть дефицит общения. В дошкольном возрасте это очень вредное явление. И такие дети сразу видны. Ну, конечно же, бывает по-всякому. Мы знаем, что именно от 4 до 7 лет происходит качественное развитие мозга. Многие зоны входят в так называемый сензитивный период. Поэтому дошкольный возраст один из самых важных в развитии и личности ребенка, и его интеллекте. И вот интересно, что во новых федеральных литератных образовательных стандартов дошкольного образования отметили, что детство, дошкольное детство, это уникальный, очень ценный период жизни каждого человека. И что он не может рассматриваться как подготовительная ступенька к чему-то там дальше, в дальнейшем. Он сам по себе ценен и сам себе очень важен. И основные принципы дошкольного образования, которые были заложены в Федеральных государственных образовательных стандартов ДО, это, конечно же, прежде всего отмечено, вот это полноценное проживание ребенка в детство, чтобы он жил сейчас именно, а не думал о том, что вот-вот-вот, все, что он делает, это все для того, чтобы потом учиться в школе. Да, это, конечно же, так и есть на самом деле, но цель перед ребенком должна стоять другая, да, это цель максимального развития. И второе, очень важное, вот ребенок должен жить в красоте, и эта красота, и все, что с ним происходит, это все строится окружающими, окружением, теми возможностями, которые ребенку предоставлены. И поэтому очень важно построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка. и формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. Ну и вот здесь, конечно же, существовал у нас явный перекос, когда маленьких детей до школьного возраста, лет четырех, могли уже сажать за парты, и для них организовывали обучающий процесс, процесс учебы, учения, что, в общем-то, совсем, конечно же, не подходит для данного возраста. Да, я понимаю, что не всегда можно этого избежать, но, в общем-то, нужно как можно меньше это делать. Ну и факторы, которые влияют на развитие наших дошкольников. Прежде всего, это, конечно же, здоровье нервной системы, потому что если есть какие-то проблемы, они обязательно скажутся на интеллектуальной деятельности, страдает внимание ребенка, а это уже лишает его некоторых возможностей. Далее очень важно, какие педагогические воздействия применяются воспитателями, родителями. Ну и, конечно же, социальное окружение имеет тоже очень важную роль, потому что у ребенка дошкольного возраста многое строится именно на подражении взрослым. И результативность и качество развития дошкольников зависит от того, о чем я сейчас перечислила. Да, знания родителями и педагогами индивидуальных особенностей ребенка, и их учет в тех занятиях, которые предполагаются с ребенком, это использование разных форм работы с детьми. И главное, чтобы все эти формы детей интересовали, вызывали у них живой отклик, чтобы это были не серые скучные занятия, а это был живой творческий процесс. Ну и, конечно же, правильная организация занятий. Ну и почему именно в старшем дошкольном возрасте мы много говорим вот о предпосылках готовки, о том, что решающими факторами, как раз и инструментами ребенок вооружается именно в старшем дошкольном возрасте. Потому что это единственный уникальный возраст, где воспитание и обучение играет для ребенка очень важную роль. Посмотрите, вот в каждом периоде есть именно то, что больше всего дает развитие ребенку. В младенчестве это воспитание через общение с матерью, когда ребенок услышит мамин голос, развивается его речь, понимание окружающего. И важно базовое доверие, когда ребенок открыт окружающему миру, и мир ему открывается в том числе. Далее идет обучение. Младший и средний дошкольный возраст не отрицает вот эта периодизация, которую я вам сейчас показывала, что ребенок развивается через игру. Это понятно, да, игра – это средство, игра – это метод. А вот что важно в каждом периоде, вот как раз и показывает эта таблица. А вот в старшем даже школьном возрасте для ребенка важно и воспитание, и обучение. Нужно отметить, что в младшем школьном возрасте после кризиса 7 лет до ребенка уже ведущий вид деятельности – это обучение. Ну и в подростковом возрасте на первое место выходит важность общения со сверстниками. И здесь уже воспитание идет через ту среду тех друзей, подростков, которыми общается ребенок. Ну и важный постулат, который мы, педагоги, всегда доносим до родителей, пытаемся донести – это принятие морали авторитета. Потому что первично ребенок усваивает нормы поведения именно через поведение родителей. Можно миллион раз говорить ребенку «не бросай на пол, на улице мусор». Но если родитель сам это делает, и ребенок один раз даже может это увидеть, только один раз увидел, он поймет, что правила нужно нарушать. Говорим, что нужно переходить дорогу обязательно по пешеходному переходу, там, где обозначенная зона. Но стоит иногда родителям нарушить это правило и перебежать где-то дорогу в неуположенном месте. И у ребенка дошкольного возраста сразу все это наматывается. Ага, а правила-то можно нарушать. То есть родители, вообще взрослые, они сами себе иногда противоречат. Вот это противоречие для дошкольников имеет очень важное значение. Потому что это получается, что взрослые говорят о том, что иногда-то правила нужно нарушать, тогда, когда тебе удобно. И вот дети, ну мы все знаем, да, что тонкие психологи – это именно дети. Почему-то с возрастом эта возможность у детей часто теряется, у людей вообще. Так вот, именно здесь ребенок очень тонко чувствует брань. Раз взрослые нарушают, значит, и я буду уже нарушать. Вот, то есть через родителей идет принятие морали общества. А поэтому в любом возрасте, вот независимо от того, ведущий ты сейчас в их деятельности, не ведущий, обязательно у нас воспитание и образование должны идти в руках образований. Обязательно. Да, и в любом возрасте, конечно. Ну и много мы говорим о том, что у нас раньше было общество заточено на потребительство. Раньше, я употребляю это слово, сейчас применяю точнее, потому что сейчас, наверное, мы будем разворачиваться уже в другую сторону. И будем больше думать о том, что, чтобы потреблять, нужно сначала это заработать, нужно это сделать, нужно этого достичь. Вот именно в обществе потребительства, а вот дети-то, которые сейчас в дошкольном возрасте, они в основном в этом обществе-то и жили, очень часто используют других своих целей. А вот ответственность за свои поступки, она часто бывает снижена. И вот очень важно с младых, да, совсем лет, говорить детям об ответственности за свои поступки, а не только за права. Вот эти позавчера ездили с родителями и детьми на экскурсию, и родители жаловались мне на своих взрослых детей, которые, вот манипулируя своими знаниями, уже нажимают на родителей, да, подростки, что это вообще мои права. То есть никто из них не говорит про свои обязанности, а про права они говорят. И вот родители это отмечают, то, что детьми стало очень трудно управлять, взрослыми детьми, да, но и малышами-то на самом деле процесс, вот я наблюдаю, уже первоклассники прекрасно манипулируют своими родителями, и не родители управляют детьми в некоторых семьях, да, я не говорю про все семьи. Где-то отношения выстроены очень правильно, очень прочно, это приятно видеть такие семьи. Ну, очень много детей-манипуляторов, а кто им позволил собой манипулировать? Ну, конечно же, родители, да, и родителям это нужно объяснять. Еще одно очень неправильное построение отношений, это когда родители добиваются чего-то от детей через чувство вины, и обвиняя ребенка в том, что он виноват в каких-то моментах в жизни даже родителей. Ну, во-первых, вот чувство вины – это очень разрушающее чувство, и здесь ребенок тоже, он же может от родителей брать вот эту манеру общения, да, манипулировать так же своими сверстниками, а может действительно брать вину на себя, и тогда у него будет повышенная тревожность, тогда он будет все время думать, почему я виноват, а что нужно сделать, и все время будет себя ругать. Вот такие дети, они, к сожалению, очень-очень не уверены в себе, да, если вот родители очень часто используют этот метод. И вот то, о чем нужно всегда говорить с родителями, это о том, что ребенок, да, мы можем читать ему сказки, мы можем давать ему наблюдать какие-то ситуации в жизни, но если мы не будем делать акцент на воспитании, вот я очень люблю эту фразу Сухомлинского, потому что действительно она показывает, и это в жизни можно пронаблюдать, ну, любой педагог, учитель приведет примеров миллион, что если ребенка не учит ни добру, ни злу, все равно будет зло. Вот это удивительная вещь, да, что даже самые-самые послушные дети, если они остаются в ситуации, что за ними никто не смотрит в данный момент, они предоставлены сами себе, они будут следовать не хорошему примеру в большинстве своем, в подавляющем большинстве, а плохому. Это природа детства, да, это надо хорошо понимать. А поэтому все время с детьми, ну, вот мы и в школе, и в детском саду, вот я слушаю, сколько сейчас учителя и педагоги говорят с детьми о правильном поведении, причем рассказывают детям буквально все, вот в современном, потому что правила они усваивают намного труднее, тяжелее, хуже, нежели дети раньше, потому что у современных детей очень-очень много соблазнов, намного больше, чем у их сверстников раньше. А рычагов управления этими детьми намного меньше, чем было раньше. Я не буду сейчас перечислять эти способы, но в семье, так же, как и в школьной семье, да, в семье в группе детского сада, я так называю семья, да, потому что мы сплачиваем детей, обязательно должен быть акцент у учителя, да, у педагога, у воспитателя, должна быть шкала наказания, чтобы ребенок чувствовал, чтобы он понимал, за что это наказание и почему оно усиливается. Нельзя словесно обещать и ничего не делать, да, вот опять же, дети это очень быстро видят и чувствуют. И получается, что у нас есть три кита успешного развития дошкольника. Да, вот, ну, я как учитель, наверное, как педагог всегда стремлюсь символизировать какой-то процесс, потому что тогда это все легче укладывается в голове и запоминается. Значит, первый кит – познавательное развитие. Это с какими познавательными инструментами хорошими, не очень пришли дети в школу. А это наше внимание, память, мышление, то без чего брать знания совершенно невозможно. Второе – это эмоционально-болевое развитие. Да, вот оно, конечно, в полной мере начинает развиваться в начальной школе, но когда у ребенка жесткая позиция по отношению к себе, я и все, да, когда все его желания в семье исполняются, вот наступить на свои желания ребенку очень трудно. И очень часто родители уповают на учителей, на педагогу, что, а, вот, в школе-то он будет слушаться, а, вот, пойдет он в детский сад, будет слушаться. Не всегда это бывает, да, далеко не всегда. Да, иногда ребенку нужно очень много и долго доказывать, что нужно уметь считаться другими. Ну и, конечно же, вот с этим очень честно связано и поведенческое, и личностное развитие. А какой человек-то вырастет? Вот нам важно, чтобы человек-то вырастал хороший. А вот все, о чем мы сейчас говорили, как раз в большей степени, оно, конечно, и раньше закладывается, не только в старшем дошкольном возрасте, но в большей степени в старшем дошкольном возрасте все это развивается. Формируется устойчивая система мотивов. Ребенок перед собой ставит какие-то цели уже в этом возрасте. Хочет ли он быть лучшим? Да, мы знаем, что изначально все дети хотят быть лучшими. И от позиции взрослого зависит, поощряет он ребенка или он его критикует. Система мотивов может меняться у ребенка от критики. Потому что он понимает, что быть лучшим-то все время это трудно. А если его еще будут подзуживать, да, говорить, вот, а посмотри, там у Сережи лучше получилось. Ребенок обижается, и вот эта вот потребность быть лучшим. Ну, психологическая защита встает, и он говорит, а зачем мне быть лучшим? Ага, я лучше скажу, что я там не умею или еще что-то. Дальше. Осознание своего социального я. Дети очень интуитивно умеют сравнивать себя, свои умения, свои возможности с возможностями других. Иногда даже взрослый не делает никогда никаких критических замечаний, а ребенок уже себя поставил или на высокое место, или ниже всех. результат, потому что он сравнивает результат, ну, в большинстве случаев. Да, и стремление быть первым лучшим, вот это очень важно, это то, что нужно поддерживать. Но поддерживать, опять же, умеренно, потому что вот если уж очень поощрять детей, иногда незаслуженно, вот возникает такой выскочка, который я, я, я опять считаться другими, он, он, нет. Ну, и вот именно в дошкольном возрасте, в старшем зарождаются новые социальные потребности, потребности в учебе. Это очень важно. Ну, и вот в последнее время много стали говорить о функционально грамотной личности. А функционально грамотная личность, она как раз и зарождается, тоже начинает зарождаться в старшем дошкольном возрасте. И обратите внимание, вот мы начали нашу встречу с фразы, о том, что упрощенной фразы, да, на что нацелено современное образование детей, и вот нацелено на то, чтобы ребенок, человек взрослый, когда вырос уже, он умел решать любые проблемы. Да, вот их анализировать, искать способы выхода, не терялся и так далее. Вот функционально грамотная личность как раз это человек, который может быстро адаптироваться, быстро перестраиваться. Вот это очень важный фактор. Ну, и, конечно же, в дошкольном возрасте уже закладываются стратегии, да, мы уже про это немножко говорили, успешные или неуспешные. Да, вот выученная беспомощность, например, мотивация избегания неудач. Это как раз вот все закладывается в старшем дошкольном возрасте. Ну, и если мы зайдем сейчас с другой стороны и посмотрим, а что говорят наши современные ученые, из-за чего у ребенка может быть школьная неуспешность. Вот давайте посмотрим. Как раз вот все эти группы мы очень хорошо увидим. Первое – это недостатки познавательной деятельности в широком смысле этого слова. Мы знаем, что в дошкольном возрасте все дети развиваются гетерохромно, да, кто-то быстрее начинает, у кого-то моторика лучше развита. Да, он там три года уже научился шнурки завязывать, там одевается быстро, а речь у него не идет. Другой, например, там с полутора лет уже прекрасно говорит, хотя сейчас большая редкость на самом деле. Но важно, чтобы к школе все основные процессы были сформированы на достаточном уровне. А если память плохо работает, да, мы знаем, что в начальной школе отличники – это прежде всего кто? Трудолюбивые дети или способные дети с очень хорошей памятью, памятью выше среднего. А вот плохая память есть у ребенка, конечно, ему учиться будет намного труднее. Так, давайте дальше посмотрим. Вторая позиция – недостатки в развитии мотивационной сферы. А мы уже сказали, откуда это берется. Когда ребенка критикуют, когда ребенок чувствует себя неумелым, а он и сам умеет сравнивать свои работы, значит, если мы с вами можем посодействовать в развитии моторики ребенка, мы как раз решим очень многие задачи для ребенка. Далее. Неадекватное использование ребенком своих индивидуально-типологических особенностей. Что это значит? Это значит, когда ребенок с сильным типом характера все время получает подкрепление. И вот возникают такие вот выскочки, которые не могут себя остановить и удержать. Если мы видим ребенка, который очень уверен в себе, хорошей способностью, надо направлять этого ребенка, вооружать его лидерскими качествами, уметь организовывать других, если мы только его хвалим, и он у нас растет в лучах славы, к сожалению, он будет думать только о себе. Какой я? И вот это опасная ситуация, и такой ребенок затем не сможет себя полностью проявить. То есть направляем сильных детей в хорошее русло организационное, организовать других детей. Дальше, недостатки развития психических процессов, главным образом мыслительной деятельности ребенка. Но мыслительная деятельность относится к познавательным процессам мышления. Но ученые наши даже выделили это в отдельную позицию. Почему? Потому что без мышления, да, мышление – это основа нашей учебной деятельности, конечно же, его нужно развивать специальным образом. направлять на эту энергию, все остальное. Так, и несформированность приемов учебной деятельности. Ну вот вы скажете, а как же они сформируются в дошкольном возрасте? Так вот задача дошкольного образования и воспитания прежде всего в том, чтобы сформировать у ребенка психологическую готовность. Это не умение сидеть за партой 45 минут, ни в коем случае, нет. Это здоровое, во-первых, физиологическое здоровье, это хорошо развитое внимание, это память, да, память можно тоже специально развивать, мы об этом еще поговорим. То есть вот эти инструменты, вот даже не надо детей учить читать до школы, вот специально этому, я знаю, что есть запрос от родителей, но если ребенок в школе психологически готов и познавательно готов, правильно, то он быстро и без проблем научится читать. И будет читать лучше, чем те дети, которых научили, ну зачастую такое бывает, рано читать, но неправильно. Вот это нужно нам с вами очень хорошо понимать. Извините, пожалуйста, Сергей Валерьевич, там за малюрование пришли. Замалюрование. Скажите, ну вот, чтобы они пошли одеваться, ладно? Так, извините, пожалуйста. Ну и давайте вот посмотрим, на что направлено развитие детей. Прежде всего, это, конечно же, речь. Речь – это тот необходимый уровень, не уровень, конечно же, это же инструмент, это наше взаимодействие, это инструмент обучения, да, то есть очень много функций есть по речи и развивать ее в дошкольном возрасте, ну это вы все прекрасно знаете, да, нужно с разных позиций. Очень важно, это фонетическое, фономатическое, фонетическое, по-разному можно говорить, развитие речи, да, то есть слух мы должны тренировать. Это лексическое, то есть чем больше активные слова ребенка, тем легче ему усваивать материал, потому что активный словарь очень тесно связан с развитием мышления. Когда ребенок может словами описать любой предмет, это говорит о хорошем развитии мышления в том числе. То есть через речь формируются и остальные познавательные процессы. Вот это очень важная вещь. Да, а сейчас много детей, у которых есть проблемы с речью, и вот вы знаете, попадают в первые классы дети с нерешенными логопедическими проблемами. Вот старая система, логопедические группы, честно говоря, работала намного лучше. Сейчас, к сожалению, это все разрушено. И они на первом этаже у Сергея Валерьевича. И вот первый класс, который я сейчас взяла, семь человек имеют речевые проблемы, логопедические проблемы. Двое из них очень долго маму уговаривали, но вот к концу года она прошла комиссию, и детям поставили, а им уже восемь лет, тяжелое нарушение речи. И вам мальчик в одной семье. Поэтому, если вы слышите, что у ребенка в речи присутствует неправильное звукопроизношение, до четырех лет, да, это может быть, после четырех лет, очень надо настаивать на том, чтобы родители обращались к логопеду и получали квалифицированную логопедическую помощь. Потому что вот логопедические проблемы, которые не решены в раннем, в дошкольном возрасте, извините, они дают о себе знать очень сильно в первом классе. Ну и потом, конечно же. Раньше-то говорили, что, это мне рассказывала очень хороший логопед, она говорила, что у ребенка, если есть диагноз общий недразвитие речи, да, мы его подготовим, но до третьего класса. После третьего класса, к сожалению, уже будет уровень падок и ребенку будет не хватать тех навыков, которыми их вооружили. Да, и прежде всего это будет сказываться на сочинениях и изложениях. А еще один логопед очень интересный, она говорила, что я даже у взрослых людей, у многих, даже если вот хорошо у них компенсировалось все, я вижу людей, у которых в детстве было общение в развитии речи, ну, точнее, слышу. Так вот, очень прошу вот всех коллег обратить внимание и с родителями больше работать на тему того, что если есть проблемы, их надо решать до школьного возраста, если есть проблемы с речью, если есть крайне тяжелые поведенческие проблемы, конечно же, с психологом нужно обязательно советоваться. Врачи наши, к сожалению, вот в таком большинстве своем с такими детьми работать не умеют или не хотят, не знаю. Так, ну и грамматические, да, у нас третья позиция, это правильное употребление слов речи. И вот здесь очень многое зависит еще от взрослых. Как говорят в семье, если вот дети приезжают, ну, уезжают на лето иногда в деревню, а в деревне иногда бывает какой-то свой говорок, вот приезжают, ну, и даже взрослый человек, да, если в такой среде побывает, конечно же, он привозит с собой этот говорок, но очень быстро от этого избавляется. Вот, и если в семье неправильно говорят, неправильно ставят ударение или имеют какие-то особенности речи, очень часто ребенок это тоже в себе несет. И, конечно же, вот через детский коллектив это все очень хорошо исправляется. Ну, и вот ребенок здоровый, с хорошо развитыми процессами, даже со средне развитыми познавательными процессами, вот очень важную позицию у него формируется, это познавательный интерес. Без познавательного интереса обучать ребенка, ну, трудно. Не буду говорить, что невозможно. Возможно, но так, слабенько. Вот познавательный интерес формируется именно через познавательную деятельность. Ну, если инструменты не готовы, как я могу без лопаты скопать огород? Да, как я могу поплыть, не умея плавать, да, еще другой вот такой пример. Невозможно требовать то, чему мы не научили, и то, чем не вооружили. Поэтому вот как происходит процесс развития в дошкольном возрасте? Ну, все прекрасно знают, да, через ручной труд аппликации, пластилин, сюжетно-ролевая игра и так далее. Чем больше день, вот чем насыщеннее день у ребенка в плане занятий, тем, конечно же, больше и лучше развития у него происходит. Ну, конечно же, у каждого педагога должны такие быть свои помогалочки, тоже свои инструменты, да, которые обречают нашу работу. И вот одна из таких помогалочек может стать данное пособие, Тамара Риановна, и делать его 500 вопросов. Чем интересно это пособие? Вот мы говорим о познавательном интересе. Он пробуждается тогда, когда ребенок достаточно много уже знает об окружающем мире. И понятийное мышление, то мышление, которое тесно связано с речью, и когда мы каждый предмет называем каким-то словом, а потом изучаем свойства этих предметов, вот понятийное мышление, оно в себя вбирает как раз представление о каждом предмете. Какой он, в какой группе относится, какие виды есть таких предметов, да, то есть, когда мы говорим слово птица, ребенок с неразвитым понятийным мышлением, может себе представить что-то такое среднее, что он видел. Но так же представить себе все, да, а ребенок, у которого развито понятийное мышление, он спросит, а какая птица? Синица, воробей и так далее. Ребенок с непонятийным мышлением, вот он не поймет, что такое снеги, да, если ему про это никогда не рассказывали. Он спросит, а что это, а кто это? Да, это птица. И вот тогда формируется понятийное мышление, так же, как и активные слова. Так вот, в данном пособии, это пособие в двух частях, отображены все темы, которым ребенок должен ориентироваться к началу школьного обучения. Вот даже в первом классе я еще работаю с этой книгой, потому что, ну, у современных детей они очень много знают того, что, может быть, им еще и рано знать, и не нужно, совсем это не развивает, но не знают того, того, что нужно знать, да, и чем больше мы с ними беседуем, вот на эти темы, о том, что им нужно знать, тем больше они об этом знают, да, и вот здесь как раз развивается интеллект наших детей, когда мы не только про простые темы говорим, там, про наши праздники, там, про дорожное движение, про животных, про насекомых, а когда мы развиваем речь образно, когда учим детей по словицам, по говоркам, фразеологическим оборотам, чтобы они понимали, что в речи не все можно сказать прямо, да, а можно сказать косвенно, и что есть такие фразы, за которыми стоит совсем другое значение, кстати, вот очень развивают детей и такие вещи. В этом пособии есть очень полезное задание, мы его взяли, на самом деле, из тестов на интеллект для шестилетних, семилетних детей. Раньше была диагностика для поступления, там, в школы, где повышенный уровень образования дается, и вот этот метод как раз из этих тестов, а действительно ребенок понимает взаимосвязанность событий, да, вот ему предлагаются предложения, которые он может закончить, должен закончить, а предложение можно закончить только тогда, если ты понимаешь, почему происходит то или иное явление вокруг нас, то есть одно дело это вооружать ребенка знаниями конкретными, говорили про название месяцев и так далее, что происходит весной, что осенью, а другое дело помогать ему делать выводы, то почему на деревьях лопнули почки, потому что пришла весна, да, хорошо ребенок это понимает или нет, и вот здесь как раз формируется мышление, вот мы говорили о стратегиях, вот эти стратегии мыслительные, они как раз вот в такой интеллектуальной деятельности и формируются уже даже в дошкольном возрасте, ну это вот тема, которая раскрыта, смотрите, на одну тему сколько вопросов на осознание самого себя, и еще на каждой страничке есть задание для развития мелкой моторики, что тоже очень важно, да, и дети с удовольствием работают с этими тетрадами, да, и еще, кстати, вот можно вести квадратики, это не просто так, да, не как оформление, а можно отмечать для себя, на какие вопросы ребенок уже отвечает уверенно, на какие вопросы, какие вопросы мы с ними рассмотрели, и как он это все в конце концов осознает, потом запомнит. Ну и у нас в дошкольном возрасте заложена пропедевтика, когда подготовка к обучению грамоте, и дошкольном возрасте ребенок, конечно же, ну вот очень много, я знаю, есть разминок разных, фонетических, на развитии речевого аппарата много, скороговоров дети говорят, упражнения специальные делают, ну и знакомятся уже с буквами, потому что интересы у детей к буквам просыпаются, у некоторых даже очень рано, да, с 4 лет, и если у ребенка есть интерес, конечно же, такой интерес нужно поощрять. Знакомство со звуками и развития связной речи. Вот спрашивают про тетрадь, которую я показываю, вот, извините, я сейчас быстренько вернусь, 500 вопросов для проверки готовности ребенка к школе в двух частях, автор Тамара Вивиарна Игнатьева. Кстати, знаете, в конце нашей встречи, а, это платформа у нас просвещения, значит, все презентации будут отправлены вам на почту, да, вы же регистрировали? Так, ну и вот что развивает детей в полной мере? А уже в дошкольном возрасте можно вооружить ребенка еще одним очень интересным методом, который одновременно является инструментом, это умение задавать вопросы. Вот эту таблицу я нашла в интернете уже давно очень, использую ее в работе с первыми классами и когда вели подготовку в школе. Чем интересна эта таблица? Ну, во-первых, мы всегда с вами помним, да, как педагоги, что вопрос – это двигатель познания. Если ты хочешь что-то узнать, задавай вопросы, да, даже есть у нас такой метод обучения вопросов. Так вот, и уже дошкольники, даже в 4 года, прекрасно понимают разницу между вопросами. Да, можно спросить кто что, и ответ на этот вопрос будет конкретный, простой. Здесь нужно просто внимательно послушать. А есть, оказывается, вопросы, которые заставляют подумать, а зачем, да? А если бы так мы поступили, то что бы изменилось? И вот 4 года есть у нас возраст, почему-чем, ну, и дети очень часто как бы сами задают вопросы, их учить этому не надо. А потом, вот эта у них способность, она в 4 года возникает, эта потребность, как бы она входит в возрастное развитие, да, особенность этого возраста. И потом, когда ребенок взрослеет, он это забывает, он перестает задавать вопросы. А вот мы этой таблице, ее прямо можно повесить, там, в группе, в классе, побуждаем его опять научиться, опять вернуться в возраст. Почему-чек? Вот потому что, на самом деле, вот даже по людям видно, если человек и в 80 лет всем интересуется, он всегда моложе, у него всегда более интересное мышление, более развитое мышление, чем у человека, который рано перестал задавать вопросы. Вот, поэтому обязательно этому учимся. Ну, и надо понимать, что все, вообще вся информация, которые есть вокруг нас, это текст. Вне текста ничего, ничего нет. И поэтому мы должны с вами понимать, что текст – это не просто мы сказку почитали, текст – это не просто мы с вами поговорили с детьми, да, это же тоже, в принципе, рассмотрели какую-то таблицу, картину, это тоже текст. И мы раньше в основном нацеливались сами и нацеливали детей на то, чтобы работать со сплошными текстами, к которым мы привыкли. А сейчас мы должны уметь и нацеливать детей уже с дошкольного возраста работать с несплошными текстами. А это и карты, это и чеки, это и информация, например, о продукте там на рекламе. Все, что угодно. Ребенок должен уметь воспринимать эту информацию. Так, ну а теперь давайте вот по пособиям уже конкретно поговорим. В нашем издательстве есть очень интересные звуковые пособия для формирования правильного звукопроизношения. И еще раз хочу отметить, что развитие речи становится основой качественного преобразования и развития всех психических процессов. Поэтому через речь обязательно мы проговариваем все. Вот как у ребенка происходит овладение новыми знаниями, мы это проговариваем вместе несколько раз, и затем ребенок уже может это делать один. Да, только так. И вот последняя позиция, очень важная. Развитие речи и всех психических процессов дошкольного возраста происходит в действии вообще не и. Нельзя посадить перед собой ребенка дошкольного возраста и рассказывать ему обо всем. Толку будет мизер. Так, все через деятельность. Ну, все это прекрасно знаем. И еще очень важный момент. Обучение в современной школе основано на аналитико-синтетическом методе. Что это значит? Это совершенно противоположная работа нашего мозга. Анализ – это разделение предмета на составляющие, на части. А синтез – это когда мы все части собираем вместе. Да, вот так у нас происходит. Выделили мы звук из речи, разобрали его, какой он гласный, согласный, если гласный, то какой, если согласный, то какой. А потом мы его уже в слово, да, со словом сначала сливаем, а потом читаем вместе. Со словами. В словах, точнее. Вот. И на вопрос о времени начала обучения вот часто очень родители задают, когда лучше начинать. Вот по моим наблюдениям, все-таки вот 7 лет – это, ну, самый идеальный возраст. Хотя вот сейчас идет большая категория детей старше, а готовность психологической у них в школе на уровне 6 лет. У меня сейчас класс, в котором много детей пошли рано в школу. И вот здесь, конечно, я не вижу интеллектуальных проблем у этих детей. Ну, вот поведенческие, да, бывают. И им, конечно, тяжеловато иногда бывает. Ну, как поздно, так и рано, как очень поздно, да, так и очень рано идти нежелательно. Потому что даже вот потом пошел ребенок рано в школу в 5 лет, а потом как он с коллективом будет общаться, у них разные совершенно интересы. Да, вот они, познавательные процессы, которые мы с вами должны развивать и развиваем, в общем-то, в большей степени успешно. И в издательстве нашем выпускаются специальные тетради, которые направлены на развитие этих процессов. И вот один процесс изолированно развивать невозможно, на самом деле. Ну, в большей степени здесь задание на внимание, например, на развитие внимания. Но опять же, смотрите, как мы с ребенком занимаемся. Мы все обсуждаем, обо всем говорим. А что это значит? А это значит, что развивается речь заодно. Потом мы попросили закрыть страничку и спрашиваем через полчаса, скажи, пожалуйста, какие у нас там животные-то были? Кого мы нашли на той картинке в этой книжке? И ребенок припоминает, да, там был медведь, там лось, белка и так далее. Что мы тогда сделаем с вами? Мы развиваем долговременную память. А это очень важно. Долговременная память – это то, что развивается. Не только через стихотворение, да, чем больше стихотворение дошкольного возраста учит ребенок, тем лучше у него объем памяти. Ну и вот через такие задания. Утро мы что-то делали, через час там на прогулке или после сна просили. А что мы делали? А кто у нас там был? А в какого цвета? Когда мы спрашиваем не только о том, кто был, но и просим описать по памяти, мы заодно развиваем образное мышление. Это раз. Вот, кстати, у нас так система обучения построена, ну, не нами, да, не нами. Мы только можем дополнять и улучшать, что очень мало заданий на развитие пространственного мышления и образного мышления. Вот то, о чем я сейчас говорю, это как раз вот развитие пространственного мышления, оно вообще очень важно как раз для того, чтобы решить главную цель нашего обучения. Там мы говорили, главная цель нашего обучения, образования, извините, какая? Научить ребенка решать разные проблемы. А вот одна из характеристик такого человека это хорошо развитое пространственное мышление. Да, это, кстати, масштабное мышление. Вот. И если мы будем спрашивать о том, как выглядело, какого размера и так далее, это тоже одно из развития пространственного мышления. Так, ну и вот посмотрите, прекрасные картинки вызывают у детей живой интерес. Я знаю, как бы в каждом издательстве есть прекрасные книги, да, про развитие. Но вот я очень рекомендую эту серию, потому что здесь рисовала ее художница, которая является педагогом. И поэтому все эти картинки, все эти задания не настолько продуманы, настолько они помогают детям в развитии и вызывают интерес, что действительно вот после этого пособия, вот скачок у детей происходит. Опять же, лево право. Сколько бы мы с детьми не занимались, все равно у детей есть проблемы, у многих детей, да, с тем, чтобы ориентироваться хорошо в пространстве. Опять пространственное мышление. Да, вот такие задания очень-очень полезны. Далее, развитие памяти. Вот я уже говорила, что объем памяти, так же, как и оперативную память, мы можем развивать. Развивается она достаточно хорошо у детей, достаточно быстро, да, если нет каких-то проблем с развитием нервной системы, с ее здоровьем. Опять же, через интересные упражнения. И опять, чем больше мы с детьми поговорили, по каждой картинке, описали, а кто в желтой жилеточке, да. Вот детей надо учить концентрироваться на ком-то. У кого хвостик вправо повернут, у кого хвостик влево повернут, кто выше, кто ниже. То есть не просто то задание, которое есть на листе, а те задания, которые еще вы, вот им как взрослый человек, вот на сознание предложите. Предложите. И вот вы знаете, вот вообще откуда берется глубина осознания материала? Не когда мы бежим, вытрующим глаза там куда-то, скорее это, это, это. Ничем больше мы сделали, а чем качественнее проработали. Да, вот даже, тут можно увидеть и фарточек, рюшечки. Современные дети, многие не знают особенности одежды. И если мы проговорили, вот воротничок найдите, покажите. Вот как раз наши дети, это и есть максимальное развитие. Так, какая обувь, а все ли в обуви? Вот, и если мы с ребенком так подробно разобрали эту страничку, у него включилось мышление, да, и образное в том числе, и память лучше работает. И посмотрите, здесь опять стратегия механизма, запоминание я. Как я запоминаю? Как? Когда я хорошо все проанализировал. Вот тогда я запоминаю легче. Когда я хорошо все представил. То есть мы детям должны показать этот образец. Вот, запомните, пожалуйста, Наталья Бордиенко. Очень-очень хорошее пособие. Так, ну и задание здесь можно про каждое говорить. Ну, принцип, ну как бы он везде одинаковый должен быть. Ну вот, есть у нас картинка, например, с животными. Мы можем даже историю про них придумать. Да? А что могло с ними случиться? А почему они все вместе забрались? А давайте еще подумаем, какие вы вопросы можете задать с помощью нашей таблицы, которая висит. И так далее. Да, вот то же самое. Любая сюжетная картинка может стать основой такой беседы. И вот развиваем воображение. Воображение – это, можно сказать, так, мышление высшего качества. Вот о чем нам говорят ученые, которые занимаются развитием человечества, человеческой мысли. Они говорят о том, что все дальнейшие достижения, первое, будут сделаны на стыке наук. Да, поэтому у нас происходит такое вот слияние на уроках. Мы видим, учимся видеть связи одной науке в другой. Да, и между науками связи учимся видеть. И еще все открытия смогут сделать только люди, обладающие воображением. Воображение – это очень, да, не фантазия такая вот, а именно воображение. когда обычные вещи, то есть вообще как происходит открытие «я», когда в обычных вещах или видят их возможности, те, которые сейчас пока недоступны, то есть представляют, а что вообще-то можно сделать совершенно другое, да, на основе этого. Или же, когда увидели, что те знания, мимо которых раньше все проходили, а оказывается, в них-то зарыто зерно. Вот оно. Так, и вот через систему заданий воображения у детей нужно обязательно-обязательно развивать. Так, ну и здесь у нас еще есть очень интересные тетрадочки. Вот вроде бы для дошкольников, но какие тесты? И вообще у нас тесты принято ругать. А я вот не согласна. Почему? Потому что тесты, во-первых, они позволяют быстро проверить уровень оперативной информации, которой владеет ребенок. Что такое оперативная информация? А это знания. Согласитесь, что невозможно научиться чему-то, не обладая достаточным количеством знаний. Вот. А у детей дошкольного возраста тесты вообще вызывают интерес, потому что это задание нового типа для них. И выполнять эти тесты мы можем как в группе со всеми детьми, так и в малой группе или даже с одним ребенком. Но, вот обратите внимание, конечно же, здесь инструкцию читают взрослые. Конечно же, мы учим детей искать новое задание. Но уже через 2-3 занятия по тестам ребенок уже спокойно ориентируется на странице. Он уже сам старается где-то понять, прочитать, хотя бы числа он знает. он уже в них ориентируется. И опять же, вот развивается мышление. Вот здесь переключаемость внимания должна работать, да, где-то концентрация внимания, где-то он должен опять припомнить ту информацию, которая у него есть. В общем, работа идет очень-очень полезная и развивающая в том числе. И еще раз, вот все-таки я против того, чтобы дошкольников сажали, вы за партией давали им такие школьные задания. Но если этим не злоупотреблять, то, конечно же, очень полезно. Это один из вариантов занятия с детьми. Они у нас есть по всем предметам, эти тесты. Кстати, вот литературное чтение, обратите внимание, здесь идет такая очень хорошая работа над произведением. И она заложена уже в эти тетради. То есть это тесты Крыловой, Ольги Николаевны Крыловой, по всем предметам для проверки готовности к школе. Но я их использовала иногда в группе дошкольной подготовки для всей вот группы, которая у меня была. Так, ну и вот про развитие понятийной формы мышления мы уже говорили. Но вот что интересно, если раньше говорили, что тревожность школьная, она вот берется от неуверенности ребенка, то теперь уже ученые наши сказали, что неуверенность школьная, тревожность школьная, она рождается тогда, когда ребенок не готов к школе интеллектуально, когда понятийное мышление не развито на данном уровне. Вы знаете, очень интересно, проводили исследования и у взрослых людей проверяли, насколько развито понятийное мышление. И оказывается, у нас очень многие взрослые, там до 30%, они из группы птиц, то есть там было такое задание, там, например, утка, гусь, птица, воробей. И нужно было выбрать лишнее слово. И взрослые люди не могли справиться с этим заданием. А это о чем говорит? О том, что, о слабодифференциации вообще предметов, да, о том, что не понимают ранжирование признаков, да, утка, гусь, там, воробей и птицы. Птицы, обобщающие слово. Вот, если, конечно же, этим заниматься, то и посмотрите, вот насколько, как строится мышление, да, вот допонятильное мышление, это когда ребенок, он может называть слова, предметы, но еще не понимает, в какой группе они относятся, там, из каких частей состоят. Понятильное, конкретное мышление, когда ребенок уже может предметы распределять по группам, выделять общее свойство. И на основе этого мышления строится уже дальнейшая, более сложная форма, словесно-логическая, страхно-понитильная и так далее. То есть, вот невозможно без понятильного конкретного мышления простроить все остальное. и так, сейчас, секундочку, давайте, вот у нас время-то идет, поучительная история о лисенке, вот прекрасная тетрадь, которая учит ребенка, как вести себя в сложных ситуациях, и интересно, что дети дошкольного возраста, именно дошкольного возраста, они очень часто себя, свою семью идентифицируют именно со зверюшками проще, чем с людьми. Вот просим нарисовать свою семью, хотите получить самый информационный рисунок в этом плане для у ребенка дошкольного возраста, попросите его нарисовать не свою семью, а то он вам нарисует, как положено, а попросите его нарисовать семью животных. Не говорите вообще про свою семью ничего, и вы увидите очень много интересной информации. Ну, для себя, естественно, это мы делаем в педагогических целях, ну, вот если у нас поведение ребенка вызывает какие-то опасения, ну, и так далее. Так вот, информационным будет, более информационным тот рисунок дошкольный, как делал рисовал, не свою конкретную семью, а рисовал семью зверей. И познавательные сказки, вот прекраснейшая серия, где действительно развивается познавательное мышление. Мы уже говорили, что чем наблюдательный человек, и у которого хорошо развит познавательный интерес, отличается от ненаблюдательного, и у которого познавательный интерес занижен, он не видит вокруг себя ничего интересного. И вот детей нужно этому учить. То же самое воображение, оно развивается и в наблюдении, в том числе. Да, я сначала наблюдаю, а потом думаю, как это можно применить в творчестве. Вот. Через познавательные сказки ребенок учится наблюдать за окружающим миром. И причем вот совершенно простым языком, с интересными, красивыми рисунками мы погружаемся в тот мир, который для нас скрыт. Да, вот он закрыт, а мы туда опустились, и мы смотрим, мы наблюдаем изнутри. Вот очень полезное упражнение, да, визуализация, на самом деле. Вот здесь как раз она и будет происходить. Следующее, вот трудное очень то, что дети не любят делать, это звуковой анализ. Мы знаем, насколько важно научить детей слышать звуки, выделять их в речи, анализировать и так далее. Без этого, ну, обучение не получится. Да, есть другие места обучения, но затем они не состыкуются с нашими программами. Да, дети, которых учили читать по методу чтения целых слов, да, разные есть методы у нас, они все равно потом приходят к анализу и синтезу, потому что выделять орфограмму слове, работать со словом без знания звукового состава нашей речи очень трудно. А вот эти тетради, это такой первый опыт, в которых сочетаются два, так и две линии развития необходимых для дошкольника. умение слышать звуки и это умение и это развитие руки. Спасибо, Елена Михайловна, мне вот очень приятно читать ваши отклики, отзывы. Значит, почему очень важно вот сочетать именно развитие мелкой моторики и развитие слуха ребенка важно, потому что центры скорее больших полушарий находятся рядом, когда иннервируется, активизируется один центр, иннервируется, активизируется другой. А когда что-то делать трудно, вот, кстати, обратите внимание на современных детей, вот, это уникальная вещь, удивительная, вот, раньше такого не было. Современным детям нужно в руках все время что-то крутить, что-то делать, а вот здесь как раз на странице все есть, о чем поговорить и что закрасить, зарисовать и обвести. И еще очень важный момент, вот мы говорим о развитии фонетического слуха, да, важно научиться правильно слышать звуки, вот, сейчас есть такие формы нарушения фонетического восприятия, когда ребенок не слыша какие-то звуки, искаженно воспринимает речь, а представьте, если он искаженно воспринимает слова, значит, какие-то понятия, базовые даже, он будет воспринимать искаженно, вот это очень страшно, поэтому вот очень много внимания нужно уделять на развитие фонетического слуха, но, опять же, дети с тяжелыми нарушениями речи, даже со средними нарушениями речи, очень часто имеют проблемы не только слухового, но и звукового восприятия, и они очень долго запоминают образ буквы, поэтому, если в разных пособиях, на разных занятиях мы будем эти буквы анализировать, разбирать, какие части в них есть, на что они похожи и так далее, все-таки образ буквы они будут запоминать лучше, вместе с образом буквы у ребенка формируется опять и пространственное мышление, в том числе, и какие-то будут принципы соразмерности, когда он будет видеть соотношение между буквами, и между вообще всем, на самом деле, да, вот на примере букв мы как бы формируем в том числе и другое, обратите внимание, на странице есть методический аппарат, то есть можно воспользоваться им как конспектом, и в этом методическом аппарате написано, где делать акценты, на чём. Далее это вот как бы совокупность пособия, каждое пособие можно использовать отдельно, и можно использовать их вместе. Пособие для подготовки к школе, и вот хочу представить букварь Тамары Ильяновны Игнатьевой, начинается у нас такого милого обращения к ребенку, и обратите внимание, в этом букваре есть сквозной герой, аистенок гуслик, который по страницам букваря идет вместе с детьми, учит их читать, и учит и читать сам. Вот использование интерактивного героя, оно очень полезно. Да, вот если мы как взрослые будем обращать на это внимание, то у ребенка интерес к чтению, к процессу чтения он возрастает. А давайте посмотрим, вот чем этот букварь отличается может быть от других, прежде всего это быстрым получением результата, вот это очень важно для маленьких детей. Иногда для них процесс обучения чтению занимает огромное время, они знают, что это занятие будет, опять, не хотят они его, а вот на самом деле когда это все как игра идет, я уже говорила, что не обязательно детей учить читать, но посмотрите, делить слова на слоги нужно, нужно, чтобы ребенок ритмику понимал, да, это очень важно, а ритмику ее можно наблюдать везде, в том числе и слова. Дальше, это умение составить предложение по картинке, нужно, нужно, это умение выделить звук и дать ему характеристику, да, вот чем отличается мягкий от твердого, звонкий от глухого, опять посмотрите, айсенок идет по страничкам и все подсказывает ребенку, а это игры со словами, и чем больше таких заданий выполнял ребенок в дошкольном возрасте, поискового характера, ритмичного характера, тем лучше у него настроен такой инструмент как речь, вот посмотрите одно занятие, как оно строится, начинается конечно же гуслик представляет букву, мы рассматриваем ее, дальше интересное четверостишее, в котором выделяются звуки соответствующей буквы, картинка есть, и начинается эмоциональное, обратите внимание, какие герои все разные на одной страничке, да, вот есть о чем поговорить, и каждого ребенка найдет здесь интерес, ну и конечно же вот сама техника чтения, она здесь тоже есть, вот, и какую бы мы страничку не взяли, да, вот тоже методический аппарат внизу страницы, то есть есть акценты расставленные, правила и так далее, и следующая тетрадь, ну это вот когда есть дети, которые быстро научились читать, у них никаких проблем с этим не было, они уже говорят, давайте мы что-нибудь еще почитаем, вот можно брать игровую практику, где много заданий такого игрового читательского характера, и пособия, которые я очень люблю, прописи для дошкольников пиши-не спеши, и вроде бы раньше считала, что ни в коем мере нельзя дошкольников учить письму, да, прописным письменным буквам, письменному шрифту, но вот есть дети мотивированные, они с удовольствием научились читать, и у них интерес огромный к письму, но почему таким детям мы не можем дать хороший инструмент, и вот таким инструментом являются как раз эти прописи, ну, во-первых, в первой части вы букв не увидите, вы их не найдете, там будут только элементы, между прочим, если мы вернемся к началу 19 века, тогда очень активно развивалась наука об обучении детей, педология такая была наука, и вот там рассматривалась концепция о раннем обучении детей письму, потому что заметили, что письмо именно письменных букв очень благотворно влияет на развитие мозга, да, вот у нас лобные доли, которые отвечают за произвольность поведения, очень стимулируются именно развитием почерка, вот, и посмотрите, и Сеченов, наш русский физиолог говорил, что главными определителями умственного развития становятся те умственные перевороты, которые происходят в голове ребенка, когда его обучают искусству говорить, читать и писать. и на самом деле, в Японии, в Китае сейчас население увеличивается пожилого возраста, и возникла проблема болезни Альцгеймера, возникла проблема болезни Паркинсона и так далее, вот эти вот заболевания интеллектуального характера, и японцы, и китайцы нашли два метода, но это японцы в основном, которые вот точно помогают преодолеть и оттянуть вот эти тяжелые заболевания, один из них это йога, а второй, как вы думаете, что? Это каллиграфия, и там пожилые люди с удовольствием пишут, и вы знаете, я сама заметила пользу письменной речи, когда мы были на дистанте достаточно долгое время, я вместе с детьми, у меня документ-камера есть, я вместе с детьми писала тоже им показывала там образцы не на доске, а ручкой, мы пишем этими чернильными ручками, очень, кстати, полезно, и обратила внимание, что у меня лучше стала память, я уже потом стала искать вот сведения, оказалось, что да, действительно влияет в любом возрасте, ну а для дистанте это полезно вообще, да, вот вырастает у аксона да, нейроны, посмотрите, то есть нейронная сеть становится прочнее и лучше, и вот основа в этих прописях, посмотрите, кстати, дети вот обожают эту тетрадь с удовольствием, когда они застают, ой, это моя любимая тетрадь, вот это высказывалось, у меня вся группа в прошлом году, у меня была дошкольная группа, калечный метод, то, что необходимо для детей в этом возрасте, обязательно, причем, это не только элементы, да, мы видим вот инструкции вверху, да, она с помощью стрелочек, там, где образцы, у нас даны голубые точки начала, а у детей вот как раз в чем, почему они сами не могут обучаться, вроде бы по подражанию, да, это же здорово, вот этот закон, такой, что если буква пишется сверху, если ребенок учится писать ее сам, он ее точно будет писать снизу, если буква пишется снизу, он точно будет писать сверху, потом переучить трудно, и у ребенка, когда вот возрастает скорость письма, портится почерк, дети расстраиваются, страничка опять, посмотрите, звуковой анализ есть, картинки для того, чтобы провести какую-то беседу есть, есть, для развития фантазии есть, есть, да, почему вот у грибочков разное выражение лица, почему вообще два отвернулись, давайте фантазируем, да, что-то могло случиться, рощерки есть, есть, рощерки тренируют руку и глаза наши, да, вот эта взаимосвязь рука-глаз работает лучше, если дети не только пишут элементы, но и рощерки, то есть вот и настолько эта страница легкая, воздушная, вот очень нам повезло с художником, который вот смог мечту автора воплотить в жизнь, да, вот любую страничку, какую вы не возьмите, вот эта легкость, красота и эстетика, вот детей нужно приучать к этой эстетике, потому что, ну, все-таки достаточно большое количество пособий, где мы не можем увидеть вот какой-то образец, да, а дети должны нарасти в красоте, вот такие тетради, они дают красоту. Ну, у нас, конечно, есть и другие серии, это развивание мелкой моторику, и есть у нас тетради специальные для чистописания, так, ну, и вот познавать на активность мы уже, в принципе, с вами проговорили, хочу просто уже в конце показать наши тетради, вот тетради по чистописанию, которым и в первом классе, да, у нас там тема была заявлена вот пособия, которые можно использовать для первоклассников, прописи, азбуки у нас есть прекрасные, рабочие тетради по математике очень интересные, они дополняют учебник как раз вот тех моментов, которых не хватает, ну, авторы разные, вот когда работают авторы разные, почему вообще полезно использовать разные пособия, я все время про это говорю, потому что когда пишет один авторский коллектив, он использует одну точку мировоззрения, сейчас на самом деле вот это не совсем верная стратегия, почему, потому что мир многогранен, если все время формулируют вопросы одни и те же люди, задания одни и те же люди, получается так, что дети привыкают к одному и тому же, и если вопрос вдруг задают в другой манере, дети теряются, а когда мы берем разные пособия и берем оттуда задания, у детей возникает широкий, богатый опыт, им совершенно пора, ну, как бы они не боятся никаких инструкций, да, потому что они привыкли к разным формулировкам, и вот здесь особенно тонко в этих сектральных, да, дается работа с задачей, спасибо Елена, вы подтверждаете мои слова, то, что действительно это очень хорошее пособие, ну, и есть тема, которая дается детям сложнее, чем остальные, у нас выпущены специальные тетради для, тематические, да, для того, чтобы отработать с детьми ту или иную тему, вот, кстати, если раньше советовали летом брать учебник следующего класса и по нему работать, да, отрабатывать заранее, вот, для нашего времени это совершенно вредный совет, ну, если только ребенок какой-то не уникальный, и он у нас решил за год, там, два класса преодолеть, современным детям не хватает повторения, вот, почему раньше говорят, что знания с человеком оставались на всю жизнь, да, такое было образование, что вот, мы все помним, там, химию, в любом возрасте можем там формулы все объяснить, а сейчас нет такого, дело не в том, что тогда учили хорошо, сейчас учат плохо, вот, дело совсем не в этом, тогда был совсем, тогда были совсем другие условия, не было такого количества информации, и когда 8-10 раз повторяли один и тот же материал, он интериоризировался и становился, действительно, на всю жизнь человеком оставался, да, интериоризация, это когда тот материал, который мы изучали, он встроился в систему знаний ребенка, ну, человек, ребенка, да, а сейчас что происходит, обратите внимание, как работает память современного человека, она забита с детства, повторили мы 10 раз, и даже в норме этого недостаточно, нужно 20-30 повторений, и на самом деле, вот, нужно летом повторять тот материал, который был в предыдущем году, с дошкольниками не нужно вперед проходить все до четвертого класса, с дошкольниками нужно больше говорить, читать им интересные книги и об этих книгах рассуждать, и вот еще, знаете, я не ставила в презентацию, к сожалению, математику, а вот у современных детей математика вызывает очень большие трудности, и вот если в дошкольном возрасте больше все-таки работает с составом числа, на предметном уровне, на примере палочек, на примере кружочков, любых предметов, не важно, что мы будем считать, листики, желуди, шишки, да, важно, чтобы у ребенка все-таки состав числа был уже, ну, освоен, наверное, в пределах хотя бы пяти, потому что потом возникают такие ситуации, что трудности детям осваивать математику, это освоение пространства и так далее, то есть уже даже на уровне правительства говорят о том, что математическая программа подготовки по математике должна быть усиленно, дополнена и так далее, это не просто так слова, на самом деле, мы видим, что детям это дается намного сложнее современно. Так, вот различного рода тренажеры то же самое, прекрасные, можно использовать летом, закрепить таблицу умножения, даже умные дети, у которых раньше бы не было этих проблем, вот я вас уверяю, потому что я давно уже очень в образовании, и я вижу вот тенденции основные, долго очень дети запоминают таблицу умножения, многие, и чем больше разных упражнений выполнять, тем лучше, то же самое, как и таблица сложения, ну и тетради рабочие, устный счет, да, которые являются инструментом учителя, таким вспомогательным, и ребенком в том числе, математический диктант, это все вот очень-очень полезные тетради, тренажеры такого характера, вот посмотрите, здесь, кстати, для дошкольников можно использовать тренажеры для первого класса, потому что там как раз закрепляется состав числа, не надо давать прям целую колонку дошкольникам, половиночку, но чтобы потихонечку, потихонечку работа эта шла, вообще все навыки счета, они вот как мускулы, да, вот мы занимаемся этим, они у нас накачались, мы перестали этим заниматься, они у нас немножечко съезжают, так, ну и вот тетради полуформатные, тоже детям будут очень интересны, тесты, нестандартные задачи, прекрасные тетради, тематические работы, разноуровневые, по русскому языку, вот опять закончил ребенок в этом году первый класс, взяли такую тетрадь первого класса и все, что было, отработали, да, еще разок все вспомнили, это прекрасно, потому что, кстати, в этих тетрадях опять вот использована зуновская такая модель, значит, есть вопросы на знания, есть вопросы на умения, есть вопросы на навыки, то есть все закрепляется, а это очень важно, универсализация происходит тогда, когда есть все эти три вещи, знания, умения и науки, так, ну и вот тренажеры по русскому языку, прекрасные тетради, метапредметные диагностические работы, если учитель не может там иногда выделить время на уроках, для того, чтобы заниматься по этим тетрадям летом, вот прекрасная возможность, потому что это отход от привычных тетрадей, да, а ребенок здесь занимается как раз полезными вещами, он переводит информацию из одной системы в другую, он учится внимательно читать, да, вот у нас проблема, что не все дети умеют читать инструкции, здесь опять же есть работа с текстом научного характера, перевод сведений, то есть вот ищем мы самое главное, да, вот сейчас о чем нам говорят о том, что некоторые дети имеют неуспешность, у них слабая читательская грамотность, откуда берется читательская грамотность, это когда мы берем текст и видим в нем самое главное, самое важное, вот когда мы из текста берем информацию и заносим в таблицу, это значит мы учимся видеть в тексте самое важное, как раз вот читательская грамотность будет развиваться у таких детей, которые занимались по этим тетрадям, ну и конечно же это тетради по подготовке к всероссийским проверочным работам, да, важные тетради. Так, это, они у нас есть разного, разных авторов, разных выпусков, и все они хорошего очень качества, и с точки зрения подбора материала, в общем-то, эти тетради писали как раз те авторы, которые составляют всероссийские проверочные работы, да, такой секретик маленький вам открыла. Так, ну и тетради, внутренняя проверка качества образования, сока, полезные очень тетради, потому что, опять же, по-другому формулируется вопрос, он проверяет уже, насколько вот функционально ребенок может использовать полученные знания, летом можно по этим тетрадям поработать, и вот новое пособие, читательское, грамотность, опять чтение на лето, можно вполне их брать. И формирование универсальных учебных действий. Я, конечно, не смогла рассказать вам о всей литературе, которая выпускается в издательстве «Экзамен», но обратите внимание, на сайте нашего издательства, «Экзамен.биз», «МСУ», «Собачка», «Экзамен.биз», вы можете ознакомиться с полным перечнем этих книг, можете почитать отзывы о них, этих пособий, учебных пособий, и заказать их в нашем издательстве со скидкой. Спасибо вам большое за внимание. И еще раз напоминаю, что презентация, вот не знаю, как по поводу видео, будет ли рассылка видео, но презентация и сертификат вам придет по почте. И если есть вопросы, я с удовольствием на них готова ответить. А вот, кстати, на сайте издательства «Просвещение», по-моему, можно записи смотреть, если я не ошибаюсь. Так, и спасибо вот большое тем, кто, Елене Михайловне, вот особенно, потому что подбадривало меня всю нашу встречу. Я рада, что вебинар показался, я так понимаю, многим интересным и полезным. А, кстати, даже появился у файлов. Так, появился весь материал, да. Спасибо большое за внимание. Желаю вам хорошего окончания учебного года, хорошего отдыха, такого яркого, с впечатлениями, да, отдыхаешь, когда летом хорошо, когда меняется деятельность и когда есть яркие впечатления. Желаю вам хорошего отпуска, ну и, конечно же, набраться сил на следующий учебный год. И приглашаю вас на наши вебинары, в издательство «Экзамен». У нас все вебинары интересные и полезные, ну, главное, чтобы вас тематика, конечно, интересовала. Ну, и надеюсь, что следующий год принесет много нового, интересного. Но самое важное – это, конечно же, сотрудничество с родителями. Да, до новых встреч, уважаемые педагоги, уважаемые учителя и воспитатели. И успехов в нашей нелегкой профессии, в наше нелегкое время. Спасибо. Буду ухранить. Спасибо. 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 Продолжение следует...